Здравствуйте, у нас в гостях сегодня журналист Юлия Панкратова. Юлия, здравствуйте. Да, привет. Журналист или уже не журналист? И может ли журналист быть бывшим журналистом? Ну, я бы скорее сказала, что я не журналист, но при этом я езжу в командировке, делаю какие-то выпуски, они, правда, не посвящены никаким актуальным событиям и новостям. Я получила второе образование в какой-то момент, и по второму образованию я искусствовед, при этом искусствоведом я себя тоже не считаю, потому что я не веду деятельность, которую должен вести настоящий искусствовед, готовить какие-то публикации, делать какие-то открытия, выбрать себе тему и работать над ней. Я скорее такой немножечко журналист, немножечко искусствовед, и, в общем, все это объединило, ну и где-то вот между двумя стульями бегаю. Но вам удалось все-таки это объединить, потому что, как я понимаю, что искусствоведческие программы выходят на телевидение сейчас. Ну да, вот они, у меня скорее такие, они полуискусствоведческие, я стараюсь, моя прям главная задача говорить об искусстве, о выставках, даже не просто об искусстве, а выставках, об актуальных выставках, которые можно посмотреть, можно посмотреть мой выпуск, сходить на выставку, что-то там, я не знаю, еще новое почерпнуть, или, не знаю, посмотреть другим взглядом на все это. Но при этом я очень стараюсь об этом говорить не так, как говорят искусствоведы, потому что, мне кажется, очень многих вот этот птичий язык своего рождения... Такая лекция, да? Ну да, у многих, я думаю, людей, которые готовы прийти к искусству, очень много страхов с этим связано, с этим языком, с тем, что мы ничего не поймем, вот, и я стараюсь об этом как-то делать все это проще. Может быть, настоящим искусствоведам это не нравится, чересчур развлекательно или чересчур просто, но моя задача такая, я ее себе придумала и как-то стараюсь выполнять. А после 24 февраля сложнее стало говорить на эти темы? Да, сложнее, и, ну, там нужно объяснить ситуацию, я делала, вот, у меня был блог, я блогер, и я делала выпуски вот о тех же выставках, но сейчас я работаю в Европе, я делаю выпуски о европейских выставках, не о российских, потому что я перестала работать в России. И я понимала, что, конечно, там, в мире музеев и искусства ничего не случается резко, да, то есть это все-таки такой мир очень спокойный, вот, там, бух, и все. Но, тем не менее, я понимала, что очень будет меняться политика музеев, очень будут меняться выставки. Понятно, что никто не будет привозить теперь в Россию выставки из границы, то есть, ну, будут что-то привозить, но это все очень ограничено, это все с большими, там, скобками и всем остальным. Вот, ну, и вот хотя бы объективно сложнее так. И я думаю, что, ну, я не думаю, я уже знаю, я видела музейные планы на 23-й год российских музеев, и очень поменялась тематика. Конечно, невозможно будет делать какие-то выставки, не то что про какую-то там критику, да, а просто там, я не знаю, главная тема которых, например, какая-нибудь свобода или еще что-нибудь. То есть, когда Медведев говорил, что свобода лучше, чем не свобода, это уже не актуально. Нет, это совершенно все, уже давно не актуально. Ну, и потом звезда политической сатиры, теперь Медведев, как известно. Поэтому, да. А как это меняется? Ну, поскольку, если мы говорим об искусстве, если говорим об экспозициях, то есть, как там показать, что свобода больше не в моде? То есть, это как работает? А просто не будут, ну, просто не будут приглашать каких-то художников, которые, ну, как-то обращаются к этой теме. Потом, я думаю, не будут работать с художниками, которые высказывают позицию. То есть, если ты просто в фейсбуке написал? Да, ну, если ты написал, что там, я не знаю даже, не то, что ты написал там, а ты написал там «Миру мир» и «Голубя» повесил себе на аватарке. Я знаю, что с людьми, с этими, я просто это точно знаю, потому что я после 24 февраля как-то не знала, что делать, потому что была оглушена, как, я думаю, многие. И в этот момент делать вот это вот, а давайте я вам сейчас выставку покажу, у меня, ну, совершенно не хватает, я прямо поняла, что я не могу. Вот, и я сделала два выпуска, где просто попыталась поговорить с кураторами, с художниками, как они это переживают. Вот, и я знаю, мне потом написали, что двух художников, которые участвовали у меня, давали мне интервью. Это российские художники? Да, российские художники. Крупный российский музей отказался с ним сотрудничать, хотя уже были планы. То есть, это то, что называют отменой культуры, правильно? Ну, вот, по крайней мере, этой части, да, понятно, что остается еще что-то, остаются запасники музеев, остаются еще какие-то темы, вот, но что касается там молодых современных художников, то да. А здесь можно провести аналогию с прошлым, скажем, вот, время Советского Союза или время нацистской Германии, там что-то подобное происходило, то есть есть какие-то похожие? Аналогии можно привести, но мне очень понравилось, я говорила еще с критиками, ну, с людьми, которые наблюдали вот действительно все это еще и в советское время, и у меня был главный вопрос, появится ли какая-то новая вот такая в искусстве история, как там в свое время появился соцреализм, да, вот, это было основное направление. И я говорила, и мне сказали, нет, скорее всего, нет, я говорю, ну, почему же все к этому идет, да, а мне сказали, а идеологии нет. То есть соцреализм держался на такой очень выверенной, очень такой вот крепкой идеологии, которая была там, ну, Советского Союза, а здесь никто не понимает, там, как никто не понимает цели войны, да, вот, невозможно как бы сформулировать все это сейчас вообще. То есть и нет никакой идеологии, поэтому ждать какого-то соцреализма не приходится, он не возникает просто так откуда-то. Вот запретить просто каких-то художников, которые высказались или которые что-то сделали на тему, там, я не знаю, против войны, да, то это можно. А сформулировать что-то новое, может быть, ужасное, но, тем не менее, новое, не получается и не получится. А на что это похоже? Вот мне это представляется такой безумной эклектикой, потому что вот я раньше об этом задумывался, вот есть Мавзолей, вот есть Владимир Ильич Ленин, который лежит в Мавзолее, вот есть Патриарх, который, я не знаю, поднимался он на Мавзолее или не поднимался, но где-то рядом всегда присутствует. Вот есть коммунисты, некоммунисты, капитализм, некапитализм, и вот все это, и в Пскове мне очень нравится история, Ленин смотрит на храм. И вот это же тоже уже формирует какое-то абсолютно эклитическое создание человека. Да, но это есть, и так и существует все это, и пока с этим никто не собирается разбираться и не будет разбираться, это так и будет, нагромождение всего на всем, да, то есть никто же не пытается с этим разобраться, никто же не, не там, я не знаю, признать вину там или там совершить какое-то там покаяние, да, это же все вот друг на друге. Это разговор, знаешь, такая была замыленная, но тем не менее постоянно возникают непрожитые травмы, которые не отработаны, это же не только человек потом, но это и страна, и нация, и все так и есть. Вот, потом, мне кажется, еще, знаешь, ну, тут очень серьезное, вот опять же я говорила, когда с художественным сообществом, да, потому что мне было важно понять, как именно сообщество это, вот почему-то у меня была какая-то идея, что ну, как бы есть журналистское сообщество, я когда-то к нему там принадлежала, сейчас, может быть, отчасти все-таки себя считают, по крайней мере, все мои друзья там, и все все равно из этого сообщества. Мне было интересно, как переживает художественное сообщество, а в разговоре я выяснила, что нет никакого сообщества. То есть все сами по себе? Атомизация абсолютная, вот атомизация абсолютная, и я думаю, что это абсолютная калька с такого большого общества, да, то есть вот это художественное, как бы объединение людей, творческих, я не знаю, кураторов, владельцев галерей, сотрудников музеев, ну, там их много, там не только одни художники, безусловно, оно так же атомизировано, как атомизировано вот это наше большое общество, ну, не наше, а российское большое общество, да, там, вот, и это тоже большая проблема. А почему вот эта автономия возникает? Вот у меня ассоциация, как ты говорила, возникла по поводу того, что вот есть подводная лодка, в подводной лодке есть разные отсеки, и чтобы лодка не затонула, нужно изолировать отсеки. В сообществах то же самое происходит? Да, мне кажется, во-первых, изолирование, во-вторых, ну, как это ни странно прозвучит, это, наверное, такое, очень мало было времени на какое-то осознание, было мало свободы, да, чтобы как-то ей насытиться, а потом там жить с ней спокойно. Только ее чуть-чуть дали, тут же опять она стала завязываться, да, и поэтому, мне кажется, просто вот, ну, как это ни банально прозвучит, не было шанса, хотя не было шанса всему этому вырасти, всему это там объединиться. Были же эти всплески. Были всплески, ну, вот туда, и все это в итоге опять, ну, вот во что превратилось. И ощущение, что проще выживать, ну, как-то поодиночке или какими-то очень маленькими группами, очень маленькими, вот, то есть... А что прошло не так? Опять же, вот посмотрим, перестройка. Еще наше поколение, оно помнит, я помню это ощущение, когда вот там 87-й что-то начинает открываться, родители начинают свободнее разговаривать, появляются какие-то книги и так далее. Потом, первые годы 90-х, опять же, мы помним Москву и сколько людей выходили против ГКЧП. Да, да, и вот ты сейчас смотришь на эти фотографии на Манежную, которые как раз застроили, как я понимаю, из-за того, чтобы больше не вызывать вот таких митингов, потому что ее же потом застроили вот этими гранитными, ну, там сейчас торговый центр и все, потому что чтобы такой площади не было, куда могло прийти столько народа. Ты знаешь, я думаю, что... Я думаю, вообще, вот это удивительно, что ты сейчас все время возвращаешься вот туда, да, ты пытаешься как-то осмыслить и найти какое-то... Где вот эта точка случилась, да, какого-то перехода. Но я думаю, как таковой точки, ну, нет. Нет вот хоп, и все обвалилось. То есть все было очень постепенно. И ты и по собственной жизни понимаешь, как все было постепенно. Как там... Где-то ты шел на компромиссы, где-то ты понимал, что... Ну, вот, может быть, надо было там... Сейчас, знаешь, много же размышлений о том, что надо было, может, пораньше уехать там или еще что-то. Но как-то казалось, что все это... Как-то наладится. Даже не наладится, но как-то худо-бедно живем. Вот что наладится, если честно, давно не было ощущения, да. То есть, ну, как бы, что это будет очень долго скатываться. Вот это вот, знаешь, там... Потому что это все равно все разворачивалось, ну, лет 20, да, там, вот на моей памяти. Постепенно, медленно. И ощущение, что это еще может длиться, ну, вот, какое-то долгое время. Оно так и было. И ты как-то в этом... Ну, как будто в каком-то действительно вагоне застрял, который идет с определенной скоростью. И ты так и думаешь, что эта скорость, она не сможет нарастать. И вообще этот вагон, там, я не знаю, поезд не пойдет под откос. Ну, ты будешь трястись тогда. Вот это, наверное. Я думаю, что это просто... Просто было очень медленно. Ну, как лягушку. Как это, знаешь, лягушку варит. Да, можно сварить. Я просто вот тоже задумываюсь. Ведь были, и опять же, вот когда учился в школе, и когда хотел уже заниматься журналистикой, я помню, какие ориентиры передо мной стояли, какие фигуры передо мной стояли. Это и Светлана Сорокина, и многие другие, на которых хотел равняться. Это была действительно целая плеяда лидеров, мнение, лидеров российской журналистики. И вот Парфеонов тот же, конечно. И вот как потом все они исчезли, как постепенно они сами ушли, или были выдавлены из этого поля, и как все это было принято, в том числе и сообществом, людьми, которые, они же были суперзвездами. То есть их, ну, если не боготворили, то очень многие прислушивались. И все это закончилось. Причем закончилось как-то, ну, вот я согласен, ты говоришь, плавно. Вот как будто лягушку сварили. И просто интересно, вот почему люди, которые в это верили, от этого отказались, от всего, от этих идей, от свободы, от каких-то вот этих правил. Ну, во-первых, я думаю, что, опять же, сыграло вот это, что все спокойно и стабильно, и вроде бы вот это ощущение какого-то стабильного быта, стабильных зарплат, вообще каких-то вот этих вот, что, ну, все нормально, ну, все нормально. Это то, о чем говорят. То есть люди, которые променяли свободу на какой-то там просто определенный уровень жизни. То есть это цена компромисса? Да, это цена компромисса. И я тоже помню, что, знаешь, все эти истории, то есть когда я поступала учиться на журфак, это было такое, знаешь, абсолютно... Я вообще не понимала, как люди куда-то еще поступают. То есть вот я помню из себя, что, ну как, сейчас надо быть только журналистом. Это было такая... Я вообще до сих пор считаю, что это одна из лучших профессий. Просто то, во что она в итоге превратилась, и я была, например, этим свидетелем абсолютно. Вот это все прошло на моих глазах и даже где-то при моем участии. То есть ты видела, как все это трансформировалось? Да-да-да. И там в какой-то момент, когда... Я журналист. И ты... Ничего как бы уже хорошего вроде как от тебя ждать. Ну... То есть даже профессия потеряла свою какую-то ценность из-за того, что... Это было резко? Нет, это было не резко. Нет, это не было резко. Я просто помню свой разговор с Евгением Ревенко. Это было в начале 2000-х годов. Я очень хорошо, я с Фридой Курбангалеевой как раз на эту тему не раз говорил. Я очень хорошо помню это интервью, которое он его брал. Он говорил, ни один кадр мне стоит человеческой жизни. И вот это получилось очень искреннее интервью. Про чеченскую войну, про то, как он туда ездил, что ни одна война этого не стоит и так далее. И что мы видим сейчас? Мы видим Евгения Ревенко, активиста «Единой России», человека совершенно иного. И вот я его не знаю хорошо лично, но я помню тот разговор и помню, как он проговаривал какие-то важные... И я ему верил в тот момент. И, может быть, он сам в это верил. А сейчас я вижу совсем другого человека, который чуть ли не с буквой «З» на аватарке. Я думаю, мы все. На самом деле у нас есть... У кого-то, по счастью, нет близких, таких знакомых, но у всех есть какие-то люди, про которых ты, что называется, удивился или в феврале, или удивляешься последние пару лет. Как такое могло случиться? Я знаю таких нескольких тоже людей, с которыми произошли эти метаморфозы. Я, знаешь, я пытаюсь себе это все объяснять. Ну, тоже там, понятно, стабильной жизнью, стабильной... Это, может быть, даже с возрастом все мы становимся чуть консервативнее и вот как-то отплываем в эту сторону. Ну, вот, может быть, это так у них выразилось. Мне вот... Я совершенно не могу это... Знаешь, я могу это только, к сожалению, принять. Вернее, принять, не согласиться с этим, а принять, просто сказать, вот, да, теперь будет так. Такие есть... Вот почему-то эти люди пошли... Где там их сбило с какого-то пути, который мне понятен, как они ушли? Но надо вот... Надо перестать, по крайней мере, думать, что они вернутся или что это временно, что это какое-то там помутнение. Нет, эти люди... Ну, вот они стали такими. Ты считаешь, что нужно отпустить? Ну, я отпустила, да, потому что я... Я не знаю, как с этим там... Не то, что даже работать, как с этим вообще соприкасаться, если честно. Разговоры ничему не приводят. Переубедить невозможно. Но это телевизор, как ты считаешь, один из главных элементов того, что случилось с российским обществом? Со значительной частью российского общества? Да, телевизор. И его в том числе недооценка, потому что никому не казалось, что так можно людей довести до такого состояния. Вообще, если честно, это какая-то такая, знаешь... Я бы с удовольствием там почитала и послушала людей, которые все-таки могли бы все это объяснить. Потому что все люди, которые пытаются это объяснять, мне не хватает этих объяснений. Я все равно не чувствую, что они мне до конца это объяснили. Потому что как такое может произойти? Тут даже вопрос... Вопрос отсутствия эмпатии. Какого-то вот... Вот это меня... Ну, такое ощущение, что это просто какое-то вот... Просто зло. Вот это для меня просто удивительно. Просто, опять же, если вернуться в 90-е и посмотреть на какие-то вещи... Ну, вот был Доренко, его называли телекиллером, например. Но сейчас ты понимаешь, что, глядя назад и отматывая назад, что, в общем, Доренко, по сравнению с тем, что происходит сейчас, он, в общем, если не ангел, то, по крайней мере, и не олицетворение некого зла. В нем была некая жизнь, в нем была некая эмоция, и он был человеком. Так воспринимался, по крайней мере, любви. Сейчас ты смотришь на Скобеева, Попова, еще целый ряд, и ты не видишь в них людей. Не, ну, я вообще-то, знаешь, я не могу это смотреть, потому что, ну, в смысле, я могу это смотреть, понятное дело, потому что, ну, я даже вот там какие-то там куски, целиком я давно ничего такого не смотрела. Ну, для меня это прям какая-то... Ну, это какая-то психиатрия, я не знаю, это какая-то уже все, то есть... Ну, когда ты была в кадре, когда ты поняла, что нужно уходить? Я ушла в 2013-м. До Крыма? До Крыма. Еще не произошли те события, которые... Ты знаешь, я ушла до Крыма, да, я ушла летом 2013-го, ну, то есть 10 лет назад, получается. Ты знаешь, я поняла очень четко... То есть, на самом деле, я поняла года за два, как ушла, что надо совсем уже... Ну, вот это вот было вот это, знаешь, ты медленно варишься, и ты как бы, ну... Ну, сложно, я понимаю. Да, да, да. Я поняла, летом начались разговоры по поводу того, что скоро мы будем готовиться к Олимпиаде. Готовятся мы, ведущие. Ну, в смысле, там, не головечки, секунды, а... Он просто работал в кадре. Да, как работать в кадре, как у нас будет где-то там студия в Сочи, как это все вот здесь, прямые эфиры. То есть, ну, какая-то подготовка, чтобы ты по-другому себя... И, знаешь, была уже такая немножечко возгонка какая-то такая... Все такие были в патриотическом немного, ну, вот каком-то прям вот... И мы на Олимпиаде всех порвём, и мы там Первый канал всех порвём, информационной своей, вот, ну, как бы, какие мы будем. А я, видимо, тогда была, ой, нет, я вообще-то не потяну. Ну, то есть, я или буду с таким лицом в этой студии, да, или... Ну, то есть, я просто не потяну. Ну, у меня не хватит моих резервов, на это не хватит. Я не такая, ну, как... Я так не умею. Вот. И я вот тогда почувствовала, что, ну, нет, конечно, тут я вообще не смогу, это мне не нужно. Ну, то есть, вот, я и так всё время уже сходила такая... Поэтому вот так, наверное, почувствовала. Ну, это... А там, кстати, импульсы шли, или это изнутри, скажем, снизу? Нет, ты знаешь, я как раз... Ну, мы совсем не соприкасались, по большому счёту, с большим руководством. Я не знаю, как сейчас, мне трудно сказать, у меня почти не сохранилось никаких связей, в смысле, с информационной службой Первого канала. Все те люди, с которыми я работала, они уже давно не там. Ну, как-то я знаю кого-то, естественно, кто-то, но... Информационная служба была очень всегда далека немножко от руководства, как немножко другой своей жизнью. Вот. Ну, это всё равно такая возгонка, да, там, откуда-то спускается, и всё равно к вам это приходит. Вот. То есть, и вам говорят, что это будет так круто, что это будет всё. И мы... Ну, блин... Ты предчувствовала Крым что-то подобное? Нет. Или тогда ещё не было никаких ощущений? Нет, нет, нет. Просто вот эта внутренняя атмосфера какого-то такого патриотического... Нет, конечно, я не предчувствовала, и сказать тебе, я честно могу признаться, я не знаю, думаю, что нас таких много, я и про события, там, 24-е, про войну, я... Я тоже. Ну, как... Для меня это полное было неожиданно. То есть, у меня вот после, конечно, Совбеза были вот эти два дня, когда я была в каком-то, прям, я помню, я была в каком-то мороке, то есть, я понимала, что так просто это не... Ну, ты как бы уже понимаешь, что просто это не закончится, но ты думаешь, ну, как-нибудь вывернется, ну, как-нибудь... Вот, потому что вообще у меня не было ни единой, ну... Хотя я помню, что было много разговоров, и было много каких-то... Я даже, я помню, что я под впечатлением от этих разговоров пошла как раз в Еврейский музей в Москве, а там была очень неплохая выставка, извините, у меня все через выставки, но, тем не менее, это имеет смысл. Там была хорошая выставка про тех, кто пережил Холокост. И тех, кто пережил, и были фотографии, и описано... Ну, сначала, во-первых, собственно, в каких лагерях они там были, и их жизнь после, и там были и олимпийские чемпионы, и какие-то там... Слушай, и ты вот смотришь на этих людей, которые, ну, прошли вот этот ад, и меня почему-то эти разговоры о войне, и вот эта выставка, она меня как-то так впечатлила, я пришла, вот написала, ну, там, как все писали, там, до, там, за несколько дней до... Нет войне, потому что вот в предчувствии... Ну, я это как-то написала, что, ну, нет, ну, нет войне, потому что... Потому что не может быть такого. Нет войне, потому что, действительно, она не может случиться, ее не может быть, и мы люди, мы люди доброй воли. Вот. В 21 веке. Да, 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 в 21 веке, ну, как вообще... Потом, опять же, ты знаешь, удивительно, вылезают же какие-то такие вещи тоже из какого-то там своего детства и юности, и я, ну, вообще, я советский абсолютно ребенок, которому как раз я, видимо, попала вот в этот вот советский период, там, застоя, да, такого моего взросления, когда это нет войны, и миру мир, это было на каждом перекрестке написано, да, то есть... Лишь бы не было войны. Да, 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 мир на всех языках, вот ты уже вот эти прям закрываешь глаза и представляешь на каждом языке слово «мир», да, вот. И, видимо, это вот... Вроде это никогда мне не казалось моим каким-то основополагающим и что-то меня определяющим, но это так вылезло, то есть для меня, как человека, которого, видимо, всю жизнь растили в том, что миру мир – это главное, оказаться перед этим, ну, такие, знаешь, вот правда смешно, как все из детства, вдруг вылезает, и ты с этим сталкиваешься и так не понимаешь, как это может быть. А у тебя не было ощущения, что это такая конструкция, сконструированная телевидением, некими кремлевскими нарративами, что для значительной части людей война была абстракцией, и до сих пор остается абстракцией. Может быть, немножко изменилась, когда мобилизация включилась. А так это история про телевизор. Ну, возьмем карту России, посмотрим, где-то во Владивостоке человек смотрит, где там это Украина. Ты знаешь, мне вот кажется, что как раз она перестала быть абстракцией, потому что она, может быть, была абстракцией даже, когда были чеченские компании. Ну, вот, наверное, да. Не для всех. Это тогда Чечне освещали. Да, не для всех, но вот как-то вот с Чечнёй, я помню, что это было вот... Опять же, может быть, я просто была моложе, и тогда действительно там меня это так не занимало там, вот. Но мне всегда казалось, что вот там... Но мне кажется, с Украиной как раз нет, это не может быть абстракцией. А главное, ты тоже это сказал 21 век. Вот казалось, ну, то есть... Да, у нас же всё в телефоне, это новая реальность. Да. Мы видим после удара ракетного через секунду уже видео. И ты не можешь, ну, как в 21 веке воевать? Ну, все же уже умеют договориться. Ну, если вы не умеете договориться, ну, давайте там как-то подпольно договариваться, да, кто-то кому-то дал. Вот ты знаешь, то есть вот как бы... Как-то ты вообще не допускал, вот, что... Какие танки? Ну, как в 21 веке могут быть танки? Ну, я не знаю. Может быть, опять же, это мой какой-то девичий говорит. Ну, не представлял, что такое может произойти. То есть, ну, это для, я думаю, для многих, для меня в том числе, это прямо было такое столкновение с реальностью. То, что мы это не видели, это тоже, конечно, наверное, проблема. То, что наши глаза оставались, оказывается, закрытыми. Хотя вот оно всё происходило. Ну. А Екатерина Андреева, ты знакома с ней вообще? Да, я знакома, конечно. Это, ну, просто интересно, что это за человек? Ты знаешь, ну, во-первых, как ты уже сказала, что да, на фоне некоторых, некоторые выглядят даже как-то... Она не меняется. То есть, её, когда она рассказывает о войне, она не меняется. Она может о выставке точно так же рассказывать. В общем, да. И это вот какая-то особенность, какая-то особенность. Ну, ты знаешь, она, в общем, в этом смысле она и не меняется, она всегда такой и была. Знаешь, у Кати есть какое-то, видимо, ощущение. Это моё личное наблюдение, мнение. Тут всё может быть совершенно не так. По поводу какой-то своей... Я, на самом деле, такое редко встречала, как ни странно, несмотря на то, что все мои знакомые журналисты и много у меня знакомых ведущих и вообще там людей. Какой-то очень такой серьёзной миссии. Да, вот, знаешь, то есть, мне кажется, сейчас все какие-то там... Ну, даже люди там, может быть, старше нас, они всё-таки относятся к этому. Ну, профессия, ну, вот, новости, ну, ещё что-то. А у неё есть очень такое серьёзное ощущение собственной миссии. Человека, который другим несёт информацию. При этом она озвучивает всех, она его не пишет. Или она пишет? Вот ты знаешь, ну, она пишет, но, конечно, новости вообще в этом смысле это же не такая история, где прям нужно какое-то авторство. Там, и там, у меня, например, были большие часовые выпуски. Что-то пишешь ты, что-то пишешь редакторы. Ты потом просматриваешь за ними. В какой-то момент, через, если вы работаете долго, там, три года, редактор уже начинает писать, как ты. Вот, это нормально. Это так работает коллектив. Вот, но тут же просто ещё, опять же, у нас вся жизнь в телефонах, в соцсетях, если посмотреть её соцсети, не то, чтобы она не согласна с тем, что она говорит, да, или там она закрыла свои соцсети, ну, там, предпочитает не высказываться. В общем, то, что она транслирует, даже, мне кажется, в своих соцсетях, насколько я видела, она несколько агрессивнее, чем в кадре, да. Там она всё-таки сохраняет вот этот, ну, такой статус, вот. А так она вполне себе в соцсетях более резко высказывается, я бы сказала. То есть она всё-таки человек, который уверовал в эту историю, да, можно так сказать. Даже не в войну, а во власть. Вот эта миссия, она же совпадает с тем, что... Ну, у неё просто миссия такая нести новости, да, вот. Ну, это новости. Ну, новости, там, понятно, что сейчас они уже, да, всё понимают. Но у неё вот, да, что... Как бы эта миссия такая, что она источник правды, как бы, знаете, что через неё правда поступает там народу, я не знаю, населению, зрителям, неважно, вот. Поэтому, мне кажется, ты чувствуешь себя просто ретранслятором, да, таким классным, главным ретранслятором, и поэтому у тебя нет... А уж что ты там ретранслируешь? А когда Овсянникова вышла в кадр, как ты считаешь, это могло стать для Андреевой, вообще для окружения Андреевой, и для, не знаю, там, редакции Первого канала неким сигналом? Или это была частная инициатива, и её следует воспринимать как один... Ну, я думаю, во-первых, это была абсолютно частная инициатива, я прям уверена в этом, вот. Я думаю, что, ну, для Кати, конечно, это не стало ничем, кроме вот этой помехи в эфире, да. Потом, конечно, ну, если вы видели этот отрывок, я думаю, все его видели, для меня, например, было главное смотреть на неё, ну, потому что там волей-неволей, там люди, которые работали в прямом эфире, в кадре, они, ну, как бы сразу представили себе эту ситуацию, когда ты сидишь в кадре, и вот случается такое у тебя за... Ну, там уж правда не дрогнул. Ну, Андреева вообще не отреагировала. Да, это, конечно, просто... Но это важный эпизод, как ты считаешь, вообще? Или он переоценённый, Овсянникова? Знаешь, для меня важный, ну, опять же, мне очень трудно сказать опять за всех, но я работала на том канале, правда, очень давно, я, опять же, вот сто раз оговариваю, всё могло очень измениться, но я работала, я знаю, я работала в этой же студии, и я знаю, что такое вообще выйти в прямой эфир, какое благоговение люди испытывают перед эфиром, даже те, которые работают вокруг, да, какое к этому отношение, какое вот просто войти в студию во время эфира, и действительно, ну, как бы... Это правда страшно. Слушай, даже люди, которые там становятся ведущими, свои первые эфиры вспоминают с ужасом, и с там... Вообще это... То есть для меня, как для человека телевизионного, это просто вообще был подвиг. Я, когда это увидела, ну, потеряла дар речи, сказать честно, да, то есть я понимала, что это не... Знаешь, было много каких-то разговоров, а может, это подстроили, а может быть, это, но вот у меня вообще не было никаких сомнений, что это... Но ты была знакома с Овсянниковой или... Нет, я не знакома с ней, ее не знаю, причем мне кажется, ну, то есть я знаю, что она давно, уже мы все знаем, да, что она давно работала, но мы никогда не пересекались. Вот я знаю людей, которые ее знали, понятно, что тут же я там пошуршала, ну, как-то вот каких-то там вспомнила, с кем, кто, как, ну, как, понятно, простроила какие-то связи, но мы не знакомы, нет. Что-то наркотическое есть в эфире, как ты считаешь? Почему люди так держатся за, скажем, именно телевизионный эфир? Есть просто кто-то... Ну, кто-то... Это как тоже, опять же, наверное, кому-то бросить там курить легко, кому-то тяжелее. Но у тебя ломки не было? Нет, у меня совсем не было ломки, но я просто знаю... Ну, во-первых, я видела кучу людей, которые не могут соскочить, которых, правда, я видела, это действительно наркотик. Потом, ну, вот даже я, у меня не было ломки, но, например, мне нравятся эфиры, мне нравятся прямые эфиры. Это просто... Это физиология. На самом деле, вот там, в моем случае, я не знаю, как случай, мужик, я не знаю, как у тебя, например, да, вот в моем случае, например, это точно физиология. Вот я сажусь в эфир, и я знаю, что он прямой, у меня начинают по-другому работать надпочечники. Это вот там выбросы адреналина, это там вот то ощущение, которое... Ну, это такой, да, держит в тонусе. Да, да, да. И вот, а если к этому еще добавить, что там это прибавляет тебе славы, там всего остального, то тут, конечно, такой целый комплекс. Людям очень трудно уходить. Ну, у меня был вот знакомый, который сейчас вообще говорит такие вещи из кадра, что... Он в кадре. Назовешь? Не настаиваю. Это соведущий Норкина. Соведущий Норкин. Это молодой парень, да? Да, Трушкин. А, да, я видел. Да, вот. Мы... Страшно, там, про ядерную бомбу. В свое время были, ну, как-то такой, не то, что в одной компании, так не назовешь, но... Мы общались, да, изредка, но общались. И вот... И когда еще за какое-то время до всего этого, вот, ну, как-то стало понятно, что все уже давно ушли из телека, там, с НТВС, ну, вообще все уже, ну, как-то в другой жизни какой-то живут, а он один остается. Я помню, что у нас был с ним очень короткий разговор, который меня как-то так... Ух ты! А он намного моложе меня. Вообще, это такая была компания младших, да, вот, каких-то людей, которые позже меня пришли на телек. Ну, так получается, что все дружили. И он мне сказал, что... Ну, вот, мне предложили, я согласился, и... Ну, как-то... Вот, а он мне говорит, ну, вот как вот это все потерять? Вот я к этому так долго шел, там, да, там, я поработал там младшим редактором, младшим-младшим редактором, ну, я не знаю, да. Вот как это потерять? Ну, так просто потерять. Ну, как бы, да, ты уходишь, потому что так невозможно работать, невозможно соглашаться на это. Ну, вот, тем не менее. Но НТВ ведь тоже, там несколько таких этапов у этой телекомпании. Это, конечно, старое НТВ, это НТВ после того, как старое закончилось, но там еще продолжал работать Парфенов, и на Медне Парфенова, мне кажется, вот как раз... Да, да, то, что было под руководством Йордана, я там как раз, да, работала. И это считается тоже, я вот как раз говорил с Васильевым и с Коммерсантом, он говорит, что этот период можно даже считать еще более успешным, чем предыдущий период. Ну, он и был успешным очень, да. Ну, Парфенов, с которым ты работала, как раз его выбор, ведь он вдова Индорбеева же стала последней каплей, да, если не ошибаюсь, для Парфенова на НТВ. Да, да. Он понимал, наверное, что он может это потерять. Он на это осознанно шел, или так получилось? Вообще, что было с вашей программой, с на Медне, и как вы там выживали в этих условиях у Женова? Ты знаешь, мы-то сначала выживали очень хорошо, и все было хорошо. То есть все изменилось после того, как ушел Йордан, пришел Сенкевич, собственно, с этого все пошло. У нас же в какой-то момент... Я сейчас, ну, надеюсь, там моя еще память работает хорошо. Короткая стала работать плохо, но там память еще работает. Ты знаешь, нас же в какой-то момент закрывали на какое-то время, потом опять разрешили. Там же была, по-моему, ситуация, первая была ситуация с Норд-Остом, и нас на какое-то время закрыли. За то, что... Да, Сурдоперевод. Прочитали Сурдоперевод. Вот. И закрывали нас, по-моему... Ну, это было несколько месяцев, может, два, может, три. Но при этом мы были обязаны ходить на работу. Я помню вот эти вот месяцы какого-то там... То есть ничего не делали? Ничего не делали ни в офисе. Ну, там Страна и Мир начинала выходить в этот момент. Мы им как-то должны были помогать. При этом мы тоже что-то не хотели помогать, но хоть свои какие-то там вот эти вот... Помогать кому-то. Вот. Мы связаны. Мы программ на вельне. Вот. И да, тот период уже, вот, последний был уже такой суровый. Было понятно, что все совсем на тоненького. Мы как-то держимся. Вот. Сдавой Яндарбиевой, я, если честно, я помню... Даже помню прекрасно это видео. Ну, как что-то я... Я помню в редакции, когда работаешь, все равно что ты видишь, что делают коллеги, как все происходит. Но мне не казалось, что это было сделано как бы специально, и что Леня предполагала. Если честно, тоже помню, как закрывали. И это было, мне кажется, для всех таких очень... Ну, для всех было очень серьезным таким... Не знаю, может быть... Опять же, может быть, там у Лени, может быть, и у Картозии, который был шеф-редактором, были. Мне кажется, у всех остальной редакции не было ощущения, что нас все-таки закроют. Но для Парфенова это стала трагедией тогда? Не берусь говорить за него, но мне кажется, мы все были просто в ситуации какой-то растерянности очень. Когда ты долго работаешь, и когда ты как-то, тебе кажется, успешно работаешь. Вы назлете. Да, и программа твоя успешна. И вообще она успешна... Не просто она успешна еще зрителям, но успешного рекламодателя. У нас были, по-моему, на тот момент самые дорогие рекламные блоки на всем телевидении российском, на всех каналах. Вообще все было, мы прям были... Когда, знаешь, когда в редакции каждый корреспондент – звезда. Не просто вот там известен ведущий, а все остальные, а когда вы каждая такая единица. И мне казалось, что мы в какой-то были все полные растерянности. Но потом у ребят же был какой-то тоже период профессии репортера, куда ушли. Вот там ушел Лошак, ушла Катя Гордея. Хотя Катя не так много работала в Намедне. То есть был период тоже такого... Такой неплохой период, я бы сказала. То есть они делали большие фильмы, делали большие какие-то расследования. Но вообще мы были, мне кажется, все в ситуации растерянности, но не было ощущения... Ну какого-то вот совсем кошмара не было. Было ощущение, что надо что-то, конечно, поискать, что-то найдется. Но как-то, ну, дальше, пойдем дальше. И не все редакции, а каждый... Ну вот сейчас, если посмотреть назад, вот из нашего времени, изгнание Парфенова, закрытие Намедне, и вообще потом Парфенов, собственно, полноценно уже на телевидении не смог вернуться. Это вот если сейчас мы смотрим на этот период, это не стало неким симптомом и символом того, что уже все, уже... Ну да, сейчас посмотреть, когда знаешь, вот с этих позиций, сейчас кажется, что да, что много всего этого было, да, а не только эта история. Потому что РЕН-ТВ держалась. Да, и РЕН. Ну и вообще было много всего вот такого, что это была какая-то мелкая, ну не мелкая, а зарубка была. Вот каждый раз как-то ох. Вот, но я говорю, так как это вот не сразу, не это, а тем еще позволялось это, а этим позволялось почему-то, потому что, вот, то вот это все происходило, вот я говорю, постепенно абсолютно. То есть ты сейчас, когда глядишь, ну надо же было тогда понять. Но тогда так это не понималось. А Ютуб, как ты считаешь, он сейчас может стать альтернативой? Потому что вот мы говорили за кадром про Дудя и Кучеру, недавно Леонид Парфенов был у Дудя, и вообще Пивоваров запустил успешный проект редакции. Мне кажется, что Ютуб еще не может стать альтернативой, он стал уже альтернативой. Ну как, сейчас есть все в Ютубе, что ты можешь смотреть. Ты смотришь шоу, ты смотришь интервью. То есть если до этого, условно говоря, был какой-то перевес в сторону интервью, и в какой-то момент, мне кажется, уже немножко было... Ну Дудя показал, что это успешный формат. Да, и как бы в него все вошли, да, то сейчас ты можешь смотреть все. То есть люди делают проекты для Ютуба, люди выпускают шоу в Ютубе, да, там есть, ты можешь там, ты сможешь смотреть новости. Причем эти новости, они не просто там плавают как-то по сетке. Ты точно знаешь, что востольку идут у тебя новости там, я не знаю, а с утра ты там, ну я не знаю, там включаешь брекфаст-шоу там плющего, да, там ты уже знаешь, что утром у тебя с понедельника по четверг оно идет, да, там о выпуске новостей, там дождь делает там в 15, там, ну, то есть у тебя уже есть как бы прям сетка телевизионная практически, как будто разные каналы, как будто ты их просто переключаешь, когда тебе надо, но тут ты еще и можешь их посмотреть, вернуться к ним, и если ты пропустил выпуск, да, там, ты можешь к нему вернуться и посмотреть там, ну вот поэтому, мне кажется, не может заменить, а вообще мне, например, он абсолютно уже давно YouTube заменил телек во всех его... А с Алексеем Пивоваровым, кстати, как у вас отношения сохранилось? Хорошее отношение, да. А не предлагали тебе в YouTube тоже уходить, кстати? Ну вот именно полноценно уходить, вот там, запускай канал, у тебя же есть имя, есть узнаваемость. Да, слушай, ну я же делала свои какие-то ролики, и я просто, понимаешь, как бы тебе сказать, мне кажется, надо уходить с каким-то, во-первых, желанием, ну, делать, я не знаю, какую-то очень актуальную, вот, мне нравится заниматься искусством, я не знаю, да, вот это все, это не самая востребованная история, далеко не самая востребованная, я это четко осознаю, вот. Делать сейчас, там, я не знаю, какое-то то, что касается новостной повестки, или говорить, там, о новостях, или об актуальных событиях, они мне интересны, но вот, если честно, работать на полную, там, я не смогу, я это знаю, это знаешь, как-то, типа, ну вот я сейчас смотрю, там, даже, там, на ведущих, я просто понимаю, что, ну, слушай, я вот не потянула бы такое в ежедневном режиме, я, ну, просто понимаю, там, вот и все. А кто сегодня, на твой взгляд, в YouTube, все-таки номер один в русском YouTube, из именно журналистов, из, может, бывших коллег, или, там, не знаю, Дудь, ну, Дудь, понятно, это сразу, кто приходит в голову. Ну, да, кто приходит в голову. Но там много всего теперь, вот. Ты знаешь, я как-то не ранжирую, я просто, вообще, видимо, такой немножко информационный, как бы, маньяк, я много смотрю, вот, и мне очень нравится, что все стали обращать внимание на качество еще, то есть, потому что, видимо, человек все-таки тоже старой телевизионной закалки, мне важно, там, какая картинка, какой цвет, какое, там, что там, да, что это не просто снято, там, вот. Я это могу посмотреть, но мне все нравится, мне нравится, что телевизионные форматы переползли прям в YouTube, да, то есть, это приглашенные гости, это включения, это какие-то, то есть, все это абсолютно уже живет, там, у людей стоит в студии «Плазма», и в эту плану, то есть, то же самое, вот. Это мой ребенок в свое время, там, да, она мне, ну, я что-то ей сказала, про какое-то там, смотрела какое-то шоу, ну, какое-то молодежное, не помню, как блогерки, я ей говорю, да, господи, это то же самое, что на телеке, я ей объяснила, там, как, ну, как устроено, да, там, типа, что есть там продюсеры, которые приглашают людей, которые, она мне так посмотрела, а ты-то откуда знаешь? Я ей говорю, ну, так это же то же самое, да, это такой же телек, только просто другой вещатель, да, вот, и все, вот. Но мне это, мне это нравится, потому что я абсолютный потребитель всего этого, вот, у меня тоже прям все по часам, если я дома, если я могу там, ну, или там, где-то, если я могу вот уделить этому время, я включаю, ну, сейчас начало, да. Много вопросов у нас из Телеграма, я начну их также зачитывать, пишут наши зрители, как раз тоже и спрашивают. Вот, Татьяна пишет, передайте, пожалуйста, искреннюю благодарность от меня и дочки за Oh My Art. Ой, спасибо большое, надо, мне кажется, использовать площадку, да, и порекламировать блог, вот. Тут еще такая история, что я сейчас выхожу не на своем канале, я сохраняю его, там выходят короткие эпизоды, но я сотрудничаю с Настоящее Временем, и на канале Настоящее Время Док выходят большие выпуски, как раньше, раз в две недели, правда, немножечко у нас другой ритм, но это европейские выставки, вот, и в разных странах, разных направленностей художников мертвых и живых, вот. В общем, сейчас они выходят, вот у нас шестой выпуск будет, ну, и мы планируем не останавливаться, вот. Еще пишут вопросы, чем сейчас занимается Юля, есть ли у нее какие-то крупные проекты, ну, понятно. Вот, да, это самый мой крупный проект, это моя работа, вот, и я рада, что так сложились, на самом деле, в мою пользу абсолютно обстоятельства, потому что, ну, потому что я не понимала, как работать в России, мы уехали из России, ну, мы, в смысле, моя семья, я и ребенок, вот. Вот, и как-то я, ну, была немножко в растерянности, ну, вот такое прекрасное предложение, я, в общем, делаю то, что делала только теперь в Европе, и стараюсь выбирать выставки, может быть, с какой-то актуальной повесткой, вот. Но с искусством, с ним же так, оно же не прямого действия, а там, да, вот это вот красным клином белых бей, такое тоже бывало, но тем не менее, вот. Еще вопрос, общается ли Юля с кем-то из своих бывших коллег с телеканалов, или с теми, с кем раньше работала на телеканалах, но сейчас кто-то там, возможно, уволился и уехал? Я общаюсь с теми, с кем работала на НТВ, как ни странно, это такой мой ближний круг, вот такой, из той далекой молодости, почти не общаюсь с коллегами с Первого канала, ну, о ком-то слышишь, что-то знаю, но это такое, скорее, там, поздравление с днем рождения, да, вот. Знаю о многих людях, которые ушли, в основном тех, с кем я работала, там никого нет. Ну, вот так, наверное. Не, не поддерживаю отношения, просто те друзья с НТВ, это уже, они тоже, естественно, не на НТВ, вот, мы просто дружим уже давно. Ну, тут еще спрашивают как раз про Татьяну Миткову, что с ней произошло, почему из человека, которого считали либералом, ну, может, ошибочно, но тем не менее, она тогда и по литовским событиям выступала, она стала тем, кто... Хотя не то, чтобы громче всех высказывается, но и не высказывается. Ну, она как бы не присутствует уже, скорее, в каком-то... Ну, вот. Я говорю, у меня нет объяснений. Это тоже происходило, ну, вот, тоже на наших глазах, да, ты же вот, например, это все наблюдаешь, ты... Мы тут недавно с подругой как раз вспоминали про одного нашего общего такого... Ну, с коллегой, который там в намеднике делал какие-то там материалы и все, а потом вот оказалась. Вот оказалась, и она мне говорит, слушай, ну, может быть, мы зря, помнишь, вот он как-то там шутил что-то такое там про Сталина, а мы типа думали, что он шутил. А может, он не шутил, да, там? Я говорю, ну, вроде это все звучало, как она говорит. А может быть, это вот... То есть ты сейчас все время пытаешься понять, где мы вот это вот, да, где мы не почувствовали, где там вот, что с Татьяной Митковой, потому что не знаю, что с ней произошло. Ну, наверное, ей просто спокойно сидеть на своем месте, получать, наверное, неплохую зарплату, ну, и все. Наверное, ей бы не хотелось... Может быть, она чувствует, что она все равно как-то в чем-то участвует. Знаешь, может быть, для человека, который всю жизнь вот на стрие как-то атаки находился, и вот там, и мог как-то выступить. Вот сесть дома, например, ну, вот для нее это вообще не... Или там пойти преподавать. Для нее это не вариант. Ей все время... И ей кажется, что она до сих пор вот... В игре. В игре. То есть со стороны... Ну, как-то... А ей кажется, что она ходит на работу, что она занимает пост, что она в игре. Может быть, трудно признать, что, ну, как бы всему есть свое время. Нормально, что ты потом там, не знаю, опять же, уходишь преподавать или там писать книги или там... Ну, вообще, есть масса занятий. Получаешь второе образование искусствоведческое, и идешь делать блог об искусстве. Я не знаю. Здесь, мне кажется, две такие истории очень показательные. Это Сорокина и Миткова. Ну, да, это прям два, да, да. Это выборы, это прям абсолютная иллюстрация. Знаешь, такая чистая, без всяких вот, да. Причем одно время, один уровень известности и так далее. И, в общем, как мы видим все это. Еще спрашивают, может ли сегодня ведущий, корреспондент, репортер культурного канала оставаться в неполитике? Существуют ли какие-то ограничения по темам? Ну, это здесь, видимо, наша зрительница думала, что ты работаешь на телеканале культуры. Не работай. Мне кажется, сейчас уже не может. Нет, мне не кажется, сейчас уже не может. Про Познера, естественно, вопрос, который нас тоже при качестве часто спрашиваем. Ну, это не мы, а в основном, а наши зрители. Но Познер сегодня появился в информационном пространстве, он пел с Ермольником песни в Лос-Анджелесе. Да, песня, да, да. Владимир Познер и его молчание, которое стало мемом, это удивило тебя, нет? Ты знаешь, нет, наверное, не особенно удивило. Вот честно, нет, не удивило. Я от него... Потом, наверное, он уже много... Для меня просто он много лет не является каким-то человеком, от которого я бы ждала высказываний. Ну, мне тут, наверное, попроще. Я всё-таки, ну, я же понимаю, что всё-таки тоже в профессии, я по-другому смотрю там, ну, на него. То есть, может быть, для зрителей, там, для людей, люди, наверное, ждали. И как раз вот этот люди ждали, и он их обманул, их там, ожидания. Вот. Для меня, нет, он не обманул мои ожидания. Но вы пересекались с ним по работе? Нет, ты знаешь, мы совершенно пересекались. Я говорю, вот на Первом канале в этом смысле информационная служба всегда жила своей абсолютно жизнью. И я вообще, ну, как бы не соприкасалась с какими-то там развлекательными шоу, ещё с какими-то. Это как-то всё очень, вот, вообще, мне кажется, за пределами информационной службы как-то ты не особенно с кем-то общался. У тебя нет ощущения, что, скажем, телезвёзды или там прошлого, или настоящего, потому что в России, как мы понимаем, телевизор до сих пор является сильным достаточно источником, они переоценены. То есть, есть некая сакральность, она до сих пор присутствует в восприятии людей из телевизора. Ну, среди там, не люблю это слово, обывателей. Но, тем не менее, людей далёких, далёких от телевизора. Что бы ни сказал Познер, что бы ни сказал Миткова, что бы ни сказал там условный Соловьёв, вот это же, он не такой, как мы, вот он знает больше. Есть такая сакральность? Ну, сакральность, да, я думаю, что да. Вы же там в курсе, или вот это вот, ну, вы-то больше знаете, или там, ну, опять же, вот это вот, знаешь, просто поражающее меня, вот до глубины души, что типа там, ну, по телеку сказали, там, вот врать не будут, да, то есть, ну, так нет, это же прямой эфир, как они в прямом эфире показали же, что в прямом эфире врут, ну, там, да. Лучше нам картинку показывать, значит, ну... Ну, Путин создан телевизором, как ты считаешь? Ты знаешь, я про сакральное тоже опять, ой, кто про что, я про искусство, я тебе расскажу про отношения сакральное, это моё наблюдение, последних вот буквально нескольких месяцев я стала ездить в командировки по Европе, да, и снимать европейские выставки. Я когда снимала выставки в Москве или по России, я больше, конечно, работала в Москве, вот удивительно, ты подходишь с камерой к картине, ну, например, те музеи сказал, выходные не надо снимать, приходите, у нас вроде как там в первой плане дня народу немного, снимайте, когда народ. Вот ты подходишь с оператора, ну, так ждёшь, что народ подроссосался, вот, встаёшь к картине, что-то такое рассказать, а тут какой-то человек там не заметил тебя, и вдруг он увидел камеру, он такой, ой, снимайте, 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 снимайте. Ничего, ты ему, ты тоже говоришь, нам пять минут буквально, да, 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 то есть я всё время чувствовала, когда снимала, какой-то вот даже, даже я блогер, я там, знаешь, у меня небольшой какой-нибудь там битокам, как было ещё, там, да, просто, ну, видно, что человек там с хорошей камерой, да, там, просто не с айфоном, и ты всегда чувствуешь вот это отношение. Тут я начинаю снимать в Европе, никто не подвинется ради тебя, и это для меня даже какой-то хороший знак, то есть в смысле рабочим это для меня, ну, неудобство, потому что как я не встань, обязательно человек перегородит меня, обязательно он это, он подойдёт, он уже даже сейчас стали так снимать специально, как будто, ну, заходят люди в кадр, ну, что я могу поделать? Потому что люди чувствуют себя в своём праве. Вот они купили билет на выставку, и у них есть, ну, например, там, час, может быть, да, посмотреть, почему кто-то там с камерой, он не с камерой, то есть они не специально это делают, но если они вошли в кадр, они не подумают как-то особенно вот, ну, у тебя работа, а у меня здесь отдых, да, я здесь своё время там провожу, там, не знаю, пришёл посмотреть там, ну, прекрасное или не прекрасное. И меня это, знаешь, прям, если честно, я просто первых двух командировок европейских вернусь только, ого, это разное отношение, это разное отношение, действительно. И сакральное отношение к телеку, оно действительно есть, и что правду скажут, и что, ну, Катя нам врать не будет, ну, ты посмотри на неё. Ну, она же такая, ну, нет. Ну, да, я к ней привык. Да, я привык, она вообще своя. И это правда. Ну... Это особый кастинг, кстати, вот я по поводу подбора ведущих на федеральных российских каналах. Было раньше что-то такое, что вот откуда появляется условно Катя Андреева, Екатерина Андреева, ну, её многие Катей называют. Да-да-да, ну, потому что она Катя, она такая. И она, ну, наверное, можно по-разному к ней относиться, она всё-таки резонируется с огромным количеством людей. Вот своя простая русская девчонка, не знаю, и так далее. Ну, такая, нет, ещё такая... Или же женщина. Ты знаешь, у нее есть такое женщина, достоинство какое-то, вот такое, она транслирует такое, что, конечно, я простая русская, но во мне есть вот это вот, ты ко мне... Ну, как... Не подходи. Ну, не то, что не подходи, но как-то с уважением ко мне подходи, да, потому что я, конечно, себя ценю. То есть, ну, у неё это есть, безусловно, она это транслирует с экрана в том числе. То есть... Ты знаешь, я не помню никаких специальных кастингов, но вот если честно, я очень давно, до 24 февраля не смотрела вообще, это даже не выходило. А потом как-то села, ну, и себя просто тупо пролистала и посмотрела. Ну, конечно, то, что вот осталось не в каких-то больших выпусках, конечно, ну, что-то как-то с кастингами как раз стала какая-то совсем беда какая-то. Сидят как-то, мне кажется... Какой-то отбор, естественно. Нет. Или как ты попала в кадр? Я попала в кадр благодаря Парфёнова. Как раз вот завершились намедния. И что-то я... Ну, вот в стране и мир меняли в ведущую, и вот мне предложил Лёня. Но я считаю, что, если честно, я не человек кадра, вот, потому что, ну, есть люди куда как быстрее в нём. Но ты не хотела или хотела? Нет, я, ну, знаешь, как-то это было... Я хотела попробовать, потому что до этого я уж поработала кем я только на телеке и не поработала, да, и это вроде, ну, как-то... Следующий этап. Да, следующий этап. Вот. Но, если честно, я считаю, что я, конечно, вот, есть люди, которые физиологически более приспособлены для того, чтобы быть ведущими, да, там, ну, например, та же Катя, вот. И я не считаю, что это мой был вообще... Вообще, я не очень считаю, что это было моё место, я была таким крепким ведущим, ну, и не более, чем ведущей. Вот. Поэтому у меня, вот, ну, правда, долго просидело. Ну, кстати, интервью ты тоже брала в прямом эфире? Да, тоже было, да. С голливудскими звёздами? Да, с голливудскими. Это было какое-то такое, знаешь, видимо, руководство решило немного разнообразить программу, время сделать... Кто был тогда Микки Рург? Микки Рург, да. Вот. Это не прямой был или прямой? Нет, это была запись. Ну, мы даже договаривали, что это была запись, то есть мы, по-моему, не особенно врали даже про то, что это был прямой, потому что невозможно... Ну, там по каким-то его графикам, расписаниям... Ну, и потом... Всем, конечно, очень хотелось там вылизать этот кусок, чтобы он был красивый, смонтированный, да, там, вот. А то от ужаса, знаешь, операторы, которые привыкшие работать просто за стоящими этими этими, вдруг там они... Ну, то есть всем хотелось, чтобы этот кусок был максимально хорош. Вот. И поэтому его записывали. Нет, ещё потом Шварценеггер был. Ну, какие-то были... Шварценеггер был, да, да, да. А как он? Потому что он же выступил с очень крутым, как мне кажется, антивоенным заявлением. Ой, слушай, я даже нашла старую фотографию нашу с ним в студии и прям даже опубликовала у себя в каких-то соцсетях, потому что я... Вот... Какое необыкновенно человеческое это заявление было, да. Не то, что оно там противо, оно было просто до слёз, да. И вот. И я как раз, знаешь, очень прониклась им, потому что как раз, когда он... Когда у меня с ним было интервью, он был настолько... Настолько не какущий, что я... Ну, то есть мне просто показалось, что какой-то вот старый, как-то всё ему надоело, да. Он как-то плохо отвечал на вопросы. И как-то даже на вопросы такие... Ну, там была какая-то серия оговорённых вопросов там с пресс-службой. Ну, как обычно это делается, со всеми этими звёздами. Вот. Но у меня так совпало, что я буквально дня через три улетала как раз в Штаты, и одним из пунктов была Калифорния. А он только-только перестал быть губернатором. Я ему говорю, вот, вы не поверите, но вот такая история. Я прям действительно через три дня улетаю в Калифорнию. Ну, расскажите мне про Калифорнию что-то такое, вот вы же губернатор, что... Что мне обязательно надо увидеть, или прям непременно. Ну, вот... Не очень известная. Вот. А он мне такой там... Мы достигли такого-то ВВП в Калифорнию. Мы там, я не знаю... Упомнил российскую губернатору. Да, да, да. И я так, я помню, что... Вот. То есть как раз в интервью со мной, он, может быть, я не... Ну, то есть я тоже это допускаю, вот. Он был как-то очень какой-то, ну, так, очень формально все это было. Вот. Самый, мне кажется, неформальный, я думаю, это все вам подтвердят, такой самый... Может быть, не то, что неформальный, он, может быть, тоже... Может быть, это тоже формальность, но очень хорошо сыгранная. Это Том Крукс. Вот. Я от всех слышу, что он отрабатывает совершенно гениально свои... И со мной тоже, вот, когда он приезжал к нам. А Том Крукс это был? Да, был Том Крукс. Я просто помню, у Кати Зориной интервью, она как раз летала с ним в самолете, с ним и Эмили Блант, она тоже рассказывала. И Том Крукс как раз... Он же недавно снялся в фильме «Топ Ганн 2», кстати. Да, да, да. Я не смотрела, но была очень рада афишам. Я видел такое сравнение, что он, как Екатерина Андреева, тоже не меняется. Да, да, не меняется. Год 86-й, год 2022-й. А он более открытый был или что, или как? Ты знаешь, он просто, да, он в отличие как-то от всех остальных, он... Действительно, там был список вопросов, и действительно нас как-то... Меня очень... Мне сказали никаких вопросов о Николь Кидман, о саентологии. То есть там, знаешь, тебе столько поставили заборчиков, я говорю, а что мне вообще с ним разговаривать? Ну, про новый фильм. Я говорю, я не могу. Ну, вообще... Вот. Но мы, правда, не говорили про там саентологию. Но я задала еще какие-то вопросы неоговоренные. Он был максимально настроен работать. Вот знаешь, когда человек работает, когда... Но это было не через силу, не через там, да, он отвечал, он шутил. Мне кажется, он единственный, который расписался всем, кто потом подошел. То есть подошли вот все, кто там присутствовал, да, весь ньюсрум, все пришли там, я не знаю, девушки-уборщицы пришли. То есть он всем писал, он что-то при этом там... Ну, то есть он был замечательный. Вот я помню, это какое-то такое... Хотя мог бы и ответить на свои пять вопросов и уйти, и все равно был бы Звезда, и Тумкрус, и вообще. А это же был вот такой... Я не знаю, вот поправь меня, если ошибаюсь, но мне кажется, не очень долгий период, когда ведущая информационная служба брала интервью звезд. Потом же появился Ургант, или может быть... Ты знаешь, мне кажется, просто пытались как-то, да, немножечко расшевелить программу «Время», но сделать из нее такое как-то поживее, чтобы это было, да, что вот не такие как-то вот... Это не просто формальные новости. Вот это, да, действительно недолгий период, хотя там, по-моему, уже и к Кате потом кто-то приходил. Ну, как-то вот... Нет, это я думаю, что просто давайте сделаем... Ты знаешь, это предпринимались какие-то все время... Я помню, что... Значит, какой-то дворческий поиск еще был? Да, был-был-был. Потом, когда вот были большие выпуски у меня и у Димы Борисова, у нас были часовые... Ну, в шесть мы начинали, в семь заканчивали большие выпуски, нам вдруг сказали, а давайте вы будете, ну, как-то иногда комментировать новости. Я говорю, ну, тоже, ты понимаешь, это совершенно невозможно, это очень много стоят заборов по этому поводу, потом довольно строгий хронометраж всегда. То есть, мне кажется, тут надо или совсем отдавать ведущим полную свободу какого-то там... Вот. А при этом вроде как полную свободу... Вроде как вы новости комментируете, но, конечно, вы не комментируете политику, а, может быть, вот последний материал какой-то можно откомментировать, да? Или если что-нибудь там... Ну, я не знаю, как всегда там слон родил там... Не знаю в каком... Слоненка. Да, слоненка в зоопарке, вот. Вы что-нибудь скажите. А вот там, где какой-нибудь паркет или еще, нет, там не говорите, да? Ну, какой-то это все творческий поиск, но... Он быстро закончился. Да нет, слушай, да он и не начинался, сказать честно. Я вообще в какой-то момент сказала, что не собираюсь даже вас слушать, а вот буду работать здесь новости. Ну, как бы, или это должна быть другая программа, ну, давайте-то обсуждать новости. Ну, зачем тогда? А то выходит информационный выпуск, в него напихано из 55 минут хронометража у меня 45 минут, это паркет, и что я должна... А в конце я должна что-то такое вам про погоду, шутку какую-то... Ну, да ну, бред. А Органт, кстати, себя удивил в этой истории? И его, ну, в общем, позиция считывается, наверное, все-таки. Он пошел на определенный риск. Или это так кажется со стороны? Ты знаешь, меня, наверное, он не удивил, ну, потому что, как бы, я не хочу себе допускать, что я удивляюсь нормальным человеческим... Время такое, мне кажется. Да, но, тем не менее, я все-таки себя как-то вот стараюсь, что, типа, люди должны вести себя по-людски, ну, в смысле, что бы там ни происходило, какой бы там, что бы вокруг ни рушилось. Вот. Единственное, мне кажется, ну, ни от кого ничего не затребовать, но вообще я за то, чтобы какие-то позиции четче выражались. Вот в завершение я часто задаю этот вопрос гостям, которые из России. Ты планируешь вернуться в Россию? Или, в принципе, ты уже поняла, что... Я вообще пока не вижу никаких предпосылок для этого. Вот так бы я ответила. Потому что, ну, как бы, чтобы планировать, нужно, чтобы тебе все-таки ты понимала, что вот тогда то-то, то-то. Я пока не вижу ничего, чтобы мне сказало, что, да, Юль, ну, надо возвращаться. Ничего. И как раз, если честно, я вижу все больше предпосылок к какому... Ну, к увы, к сожалению, вообще к трагедии, и в том числе и моей жизни, наверное, да, что ничего хорошего я пока... Нет у меня никаких радушных сценариев, если честно. Это была Юлия Панкратова. Спасибо, что нашло время и пришло в наш эфир сегодня. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова